приветствую всех искреннолюбящих господа иисуса христа хочу с вами сегодня поделиться одним прекрасным словом из писания это написано в книге пророка иезея килья в 20 главе с 34 по 37 седьмой стихе там написано так и выведу вас из народов и приведу в пустыню народов и буду судиться с вами лицом к лицу как я судился со отцами вашими в пустыне египетской и проведу под жезлом и в виду в узы завета и так четыре слова на которые я хочу обратить наше внимание выведу приведу проведу в виду цель божьего стремления в данный момент это узы завета что такое узы завета мы понимаем что на земле жизни может продолжаться если две любящие сердца не будут соединяться и не будут составлять прекрасную святую семью мужчину женщину связывает одно понятие это узы узы любви через которого они составляют семью рождаются дети продолжается род человеческий но вот метафора этого явления аллегория этого явления есть и в духовной жизни и бог стремится чтобы каждый человек в духовном мире вошел во узы завета с богом для этого бог делает все возможное чтобы человек осознанно сознательно и добровольно шел на этот шаг для этого нужно чтобы было изменение в мышлении человека и так бог помогает человеку в этом плане я лично был влюблен в одну прекрасную личность которая потом впоследствии стала моей женой вот и она ее зовут анаит и мы часто семьей как бы играли игры собственной квартире в собственном доме и это было так что мы завязывали глаза и привязанными глазами конкретно я должен был искать и найти кого-нибудь чтобы потом вот как бы эстафету передать этому значит это будет сын дочь или жена я всегда находил мою жену и всегда она продолжала эту игру после меня она меня как-то спросила а как ты меня находишь когда у тебя глаза завязанные я ей ответил по запаху по запаху вы видели каждый человек имеет свой запах а когда человека любишь этот запах превращается в аромат и по этому аромату ты всегда находишь место где этот человек находится но когда ты человека не любишь запах этого человека для тебя это вонь и типа неприятно каждое движение и действие этого человека если даже это к добру и вот бог имеет свой аромат аромат божий очень увлекательный если человек духовном мире начинает разумеет кто такой бог в книге песни песней в первой главе в одиннадцатом стихе написано так да коли царь был за столом своим нарт мой издавал аромат свой то есть царь это христос он бы за своим столом и за столом вот царским бог позволяет тебя сидеть и у тебя есть свой нарт у тебя свой аромат но вот твой нарт никогда не даст свой аромат если царя нет рядом то есть царь должен быть рядом чтобы ты мог издавать этот аромат давайте вспомним один эпизод из жизни иисуса христа итак последние дни последние моменты земной жизни нашего господа иисуса христа вошла в комнату вошла в дом одна женщина ее впоследствии мы узнаем что зовут мария и вот она пришла вошла и она разбила сосуд с драгоценным миром разбила и она она терла господа иисуса христа и голову и ноги она терла и вот этим ароматом был наполнен весь дом я скажу так это был аромат не нарда это это был аромат марии это был аромат марии это был духовный аромат этой прекрасной женщины насколько нужно было любить господа христа чтобы то что собирает израильская женщина для своего замужества то что собирает женщина до последней капли в своей жизни чтобы сосуд был наполнен и тогда вот этот наполненный сосуд говорил о том что она готова выйти замуж и вот настолько любить христа что то что дорого для каждой девушки разбить и жертвовать для господа христа вот настолько вот этот аромат был наполнен исполнен дом этот и так это был аромат вот этой прекрасной женщины марии пускай бог благословит чтобы твой аромат куда ты ходишь чтобы жертвенность твоя настолько было прекрасно чтобы вот этим ароматом наполнился весь дом куда ты ходишь вот то молитвенное собрание вот то место общения общину вот то служение которое ты несешь и в любое место куда ты идешь чтобы именно царь был там чтобы христос находился там чтобы твой нарт издавал свой аромат аминь и так сегодня давайте обратимся первому слову и выведу вас из народов во первых чтобы нам приобрести вот это качество вот этот аромат нам нужно выйти из народов нам нужно отделиться уединиться сначала для нас это покажется очень диким покажется диким потому что бог начинает нас отделить уединить от других народов давайте вспомним что когда Валак призвал Валама чтобы тот проклинал Израиля одно из пророчеств было такое что вот народ который среди народов не числится ты не должен числится среди народов ты избранных Божий ты богом избранный человек ты богом избранная душа и так бог тебя уединяет отделяет и выводит из народов каким образом бог это делает чудесным образом чудесным образом когда бог подготавливает тебя когда бог укрепляет тебя как своего птенца посмотри как интересно орленок птенец орла когда уже перья на месте все уже нужно научиться летать вы знаете что делает орел чудесным образом он начинает взывать свое гнездо как написано 32 главе книги второзакония в 11 стихе он урушит свое гнездо орел сам то что он построил он рушит почему потому что вот своего птенца уже пора ввести из этого гнезда уже пора ввести на мощную на бесконечное пространство где он должен летать научиться летать и так бог выводит тебя то место где для тебя было комфортабельно та окружность где тебя все понимали все любили там было все хорошо для тебя было тепло духовное все нормально вдруг там появляются колючки и тебя все это начинает колоть ты чувствуешь первый духовный дискомфорт что-то с тобой случается вдруг люди начинают как бы не понимать тебя того что было раньше как бы нормально хорошо сейчас почему-то вот даже самая окружность начинает тебя не понимать это как бы называется пояс петра петр петр когда ты был молод то припоясывался сам и ходил куда хотел но когда застареешь тогда поднимешь руки и другие будут припоясывать тебя и поведут туда куда не хочешь и так вот этот пояс окружает тебя бог дает тебя новую окружность те же самые люди то же самое пространство географическая местность но почему-то люди начинают тебя не понимать ты ищешь обиду в одном человеке во втором в третьем потом замечает что это массово что-то случилось сначала что-то аномальное а потом ты начинаешь разуметь что бог просто уединяет тебя уединяет тебя и приводит в другое место выведу тебя из народов и приведу в пустыню народов как понять пустыня народов что за слово что за выражение что бог хочет с нами делать бог приводит тебя в пустыню народов именно те народы которые окружали тебя бог по-другому окружает тебя этими людьми и там появляется нечто что называется духовная пустыня в этой пустыне почему-то постоянные искушения постоянные испытания и те же самые люди которые любили тебя как бы начинают тебя не понимать что-то в тебе видят совершенно другого уродливого человека до этого любимчика а сейчас уже уродливого человека конечно сердце начинает осуждать что-то тебя не понимают но когда господь начинает обучать тебя вдруг ты начинаешь ощущать нечто другое книга второзакония восьмая глава вторая и третья стихи говорят и помни весь путь твой которым вел тебя господь бог твой по пустыне вот уже сорок лет цель чтобы смирить тебя цель чтобы испытать тебя и узнать будешь ли хранить заповеди его или нет и так цель этого испытания вот этой пустыни народов заключается в одном чтобы ты приобрел или приобрела самопознание бог то знает тебя но ты же не знаешь в данном или в другом ситуации как ты будешь вести себя будешь ли ты в заповеди бога живого или не будешь и бог именно тебя открывает это не потому что бог не знает бог знает но ты не знаешь а когда ты не знаешь и ты не сможешь никогда соглашаться с богом когда бог тебя ведет по определенной дороге для определенной цели когда получается это у господа вот 3 стих книги второзакония восьмой главе говорит так что господь бог твой смирил тебя помыл тебя голодом и накормил манною который не знал ни ты ни отцы твои чтобы показать тебе что человек не живет одним хлебом но человек живет всяким словом нисходящих из уст божих вот какому откровению бог ведет в пустыне для тебя нужна пустыня чтобы ты понимал что твоя жизнь зависит не от какого человека и не от хлеба насущного естественного по плоти но твоя жизнь буквальном смысле зависит от слова божия которое нисходит из уст божих то есть бог открывает ухо твое и ты начинаешь слушать голос божий и из этого голоса и от этого голоса ты начинаешь учиться питаться и проведу под жезлом и так езекель говорит и проведу под жезлом бог начинает через этот жезл смирять тебя вот это смирение и позволяет бога чтобы с тобой вести ту работу и довести до той цели которую бог хочет видеть в твоей жизни бог хочет чтобы войти с тобой в завет в союз в вечный завет в вечный союз и введу вузы завета интересно и введу вас из народов и приведу вас в пустыню народов и буду судиться с вами лицом к лицу суд божий бог не косвенно а прямо перед тобой бог научает тебя стоять перед богом потому что ты должен смотреть богу в лицо и ты начинаешь учиться во время суда смотреть в лицо бога бог научает тебя этому да там открываются твои негативы там открывается твоя нагота там открываются твои грехи это опасно это очень страшно но там есть нечто прекрасное ты начинаешь учиться как предстоять пред богом бог обучает тебя предстоять пред самим живым богом и смотреть в глаза ему бог обучает тебя так может поступить только свой родной прекрасный отец любящий отец научающий собственного ребенка собственного которого он родил для себя для своей славы и так он поступает с тобой как с сыном как с дочерью и слава ему за это и так когда бог начинает судиться с тобою потом написано и проведу под жезлом давид говорит если я пройду и долиною смертной тени не убоюсь зла ибо ты со мною ибо твой жезл и твой посох они успокаивают меня именно здесь в пустыне народов когда бог начинает судиться с тобою вдруг ты начинаешь утешаться тем что простой человек не может утешиться ты начинаешь утешаться ударами бога ты начинаешь утешаться вот той чашей который господь тебе дает пить от этой чаши многие убегают а ты говоришь не моя воля но твоя да будет это истинное отношение с богом это то что хочет видеть бог это означает ты начинаешь переотрести божию природу потому что только такая родная природа только сыновская природа с отцом не убежит когда отец будет наказывать или обличать но наоборот прибежит еще ближе станет с богом как говорится если скорби постигнут верного не станет ли он еще вернее станет станет еще вернее и слава господу за эти скорби и трудности через которые бог обучает нас пройти под жезлом не под посохом а под жезлом и когда ты смиряешься под этим жезлом именно тогда случается вот это прекрасное и ввиду вас и ввиду тебя вузы вузы завета и так завет божий бог бог настолько ценит свой завет всякий раз бог показывая радугу он показывает свой завет он напоминает людям что он тот который умеет войти в завет и никогда не забывает свой завет посему бог сделал с нами не простой завет а вечный завет через господа нашего иисуса христа через сына своего он сделал вечный незабываемый завет в этом завете он обещал нам быть нашим богом и мы будем его детьми его сыновьями его дочерями в этом завете он завешал нам что он напишет свой закон в наших сердцах и уже от малого до большого не будут нуждаться чтобы кто-то учил их познать господа но от малого до большого они все будут знать господа слава господу за это это нечто прекрасное что бог приготовил для нас итак дорогая душа я хочу во имя господа иисуса христа чтобы ты не унывал когда господь будет вести тебя этими путями итак он выводит тебя из народов и приводит тебя в пустыню народов и начинает судиться с тобою лицом к лицу и проводит под жезлом своим научая своей природе и давая эту природу тебе и вводит в узы завета через господа иисуса христа будь благословен христом мир дому твоему аминь аминь боже прочита иисуса христа